У меня постоянная проблема, за кого голосовать. Я работаю там 16 лет, я прихожу 4-5 лет на участках, и я не понимаю, что мне делать. В Украине это решается очень простым способом. Есть сигнализатор один. У меня в прошлом был другой, меня покупали борщом. Я решил это исправить, и в этот раз сделать более осознанный выбор. Как? Это же будет. Монетка. Да, вот это оно. Собственно, как это работает? У нас есть источники данных, это государственные сайты, я пока только с одним разобрался. И, собственно, приложение. О, тут до конца не видно. Есть вопросы, по которым ребята голосовали. То есть, например, про миротворцев. Я бы их не отправил, да? Вот никого не было. Потом усыновление. Опа, усыновление. Я за усыновление. Если кто-то не голосовал, я, например, выборал. Я за тех, кто не голосовал, выбор усыновление. И так я накидываю вопросы, которые меня беспокоили. Смотрю людей, которые делали похожие выборы. И делаю для себя выводы. И в следующий раз, приходя на участок, мне уже не нужна гречка, мне не нужен борщ. Я пришел со своей позиции. Я знаю, что я делаю. Вот. Собственно, еще прикольно. За время того, что произошло, я узнал по результатам того, что было в данных, что депутаты очень редко делают нет. У них написано, мы не явились на голосование, не пришел, отсутствовал и так далее. И мне по этому поводу еще придется немножко дорабатывать все вещи, чтобы было легче понять. Собственно, что было сделано, это я выбрив данные из Рада Боб Юрий, помучался с Java backend, я никому не рекомендую переходить на Ruby, помучался с JavaScript. Теперь я понимаю, почему продавчики такие дорогие тенны и сейчас. А что ж ты на Ruby не сделал? Ну, я не знал, пока я не сделал вот это все. Ты начал строить сервис. Вот. Собственно, что у меня дальше в планах, это есть сайт честно.торг. Они больше предоставляют человеческие услуги по преследованию политиков и awareness. Ну, это мое понимание. Я планирую с ними вступить в контакт и предложить ему здесь написанный код. Ну и дальше интеграция с другими сетями. Вот, задавайте вопросы. Кто сейчас стоит доступ к контрол-панели для манипулирования... А, так, так. Монетизация. Это очень хороший вопрос, потому что про монетизацию, да? Во-первых... Депутаты узнают, кто про них что думает. Люди узнают, про за кого голосовать, социологи получат какие-то новые данные. Сколько стоит доступ к контрол-панели для манипулирования? А, я думаю, мы поговорим в куларах, я не хочу... Я прошу прощения, это внизу ответ на вопрос или что? Как в такой мне? Что для депутата? Это Тарий Петрович? Нет. Нет, 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 нет. Для ДСК области актуально будет. Я прошу прощения. Вопросы. Да. Хорошо, я из вас первый. То есть, например, я... Так, ты скажу, пожалуйста. Малька, девочка. Маня, отчего меня. Можно вас? Если вы можете... А, нет. Манечки, я тогда посмотрю на... Да, Манечки, я тогда посмотрю на... Да, Манечки, я так понимаю, что у меня больших шансов не было. Почему? Потому что я в предыдущем парламенте не принимала никаких решений. Я не думала... Это минус. Это минус. Это минус. Это минус. Это минус. Да, 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 да. Да, да, да. То есть... Ну, это первый вопрос. Таким образом вы планируете омолаживать, так сказать, раму. И я вам покажу, что это самое. Второе. Вы написали 2017. Какие исходные данные при выборе между Крестадином Януковичем и Крестадином Кличко? О, я бы... Какой хороший вопрос! Ну, почему Кличко? На самом деле, очень интересный вопрос. Я по поводу этого всего еще не думал. И я благодарен вам все вопросы, и это послужит для меня инцидентами, чтобы улучшить правила. Ура! 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 Да, вот! Это было много вопрос, да! Я опланирую баллотировать, но мне пока что не позволяет вопрос. Ага! Это Лонг Станис Берн! Вы вообще не считали? Нет, президентам, надо посмотреть там там, реально... Да, это... Приспех. Да-да. Да, да. Хорошо. Вот, видишь, как удачно ходить на Хакасон. Я могу быть представником тебя в ЦВК. Да, да, да. Но я буду рулить. Да, это интересный вопрос. В пятницу вечером нас отсюда выгнали, и я подумал, что мне нужно какое-то время без преживаний, поэтому я остановился дома. И я там проверял гипотезу над тем, насколько я был произведенный, потому что у меня был опыт Хакатона в комнате, где есть шум и не сплют. Вот результат. То есть я был дома, но я вернулся в тот момент стрелять в комнату. Он политтехнолог! Это немножко лучшее. Нет, это как он? Политический хакер. Заломался с кем? Да. Метал. Спасибо. Ура! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова